Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшняя тема нашего лекционного занятия История развития уголовно-исполнительного права и законодательства На сегодняшнее занятие выносится у нас три вопроса Первый вопрос – формирование пенитенциарного законодательства и ее становления Второй вопрос – исправительно-трудовое законодательство и право В советский период Третий вопрос – история развития уголовно-исполнительного права И законодательства Республики Казахстан Исследование прошлого может и должно служить средством познания настоящего Предвидение будущего и осмысление на этой основе развития любой науки Как отражение целенаправленного исторического процесса Во все времена одним из показателей уровня культуры, духовного, здоровья общества Было отношение к историческому наследию своей страны Изучение истории уголовно-исполнительного права и законодательства Призвано способствовать более плодотворному определению перспектив Дальнейшего движения теоретической мысли А также эффективных путей совершенствования законодательства Об исполнении наказаний и социальной практики ее применения Вопросом становления и развития пенитенциарного законодательства И практики посвящен целый ряд фундаментальных современных работ На настоящее время имеются все благоприятные условия Для объективной оценки истории Эволюция отечественных отраслей права в области борьбы с преступностью Как и всего законодательства в целом По общему признанию отражает основные особенности развития государства Экономические, социальные, политические изменения, происходившие в нем Поэтому для Казахстана известное изречение о том Что о состоянии государства и общества можно судить по его тюрьму Всегда являлось и продолжает оставаться безусловно актуальным Рассмотрение истории права связано также и с определенной периодизацией Отражающей коренные вехи развития государства и права Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса Формирование пенитенциарного законодательства и его становления Составной и необъемленной частью истории Казахстана Является опыт суверенного правового строительства В том числе организации деятельности уголовно-исполнительной системы Осуществляющей функцию государства по реализации уголовной ответственности И восстановлению социальной справедливости Своими корнями уголовно-исполнительная система Казахстана Уходит в далекое прошлое Вероятно, с момента совершения первого правонарушения Серьезного преступления возникла естественная необходимость С одной стороны справедливого наказания преступника А с другой профилактики преступлений Что обуславливалось элементарными нормами Человеческого общежития и социального поведения Законами выживания людей При этом необходимо отметить Что в системе наказания по обычному праву казахов Такого вида, как лишение свободы Не существовало А смертная казнь, как правило Заменялась выплатой штрафа АИПа-куна Поэтому в казахском обществе В строительстве тюрем И подобных учреждений Не было необходимости Правонарушитель оставался на свободе При этом родичи оказывали на него Воспитательные воздействия То есть человека исправляли В среде его естественного обитания Подобная практика, видимо Давала положительные результаты Поэтому в казахском обществе Идею о возможности исправления человека Поддерживали многие ученые-просветители Тех времен Так Абай Кунанбайев писал Будь в моих руках власть Я бы отрезал язык тому Кто твердит, будто человек неисправил В Казахстане тюрьмы стали строиться Уже в конце 18 века Так Семипалатинская тюрьма Была введена в эксплуатацию В 1773 году Уральская В 1858 году До строительства тюрем Арестанты содержались В армейских вахтах В которых условия содержания Были крайне тяжелыми Положение дел в тюрьмах Российской империи Не изменилось Ни в 18-м, ни в 19-х столетиях Одной из причин Их неудовлетворительного состояния Являлось то, что целью наказания Считалось возмездие и устрашение Именно поэтому в царской России На рубеже 20 века Не было спроса на пенитенциарные знания Не сформировалась пенитенциарная наука Не развивалась законодательная основа деятельности Мест заключения Другой причиной плохого состояния тюрем Являлся постоянный рост численности заключенных Вследствие негативных социально-экономических изменений в государстве На территории Казахстана К началу 20 века Функционировало 20 тюрем Со значительным количеством заключенных Так в тюрьмах Тургайской области Рассчитанных на 300-350 мест В 1915 году содержалось в 9-10 раз больше заключенных В Ярненской тюрьме в 1905 году содержалось 7708 человек А в 1907 году численность заключенных составила 17063 заключенных Тюрьмы не были пригодны для решения задач исправления заключенных Поскольку в них окончательно сформировался мир преступников Присущими для традиций и обычаями К началу 20 века Несмотря на реформирование системы тюрьмы Оставались единственным местом изоляции преступников И отбывание наказания лиц Осужденных за контрреволюционные и уголовные преступления С установлением советской власти Исправительно-трудовые учреждения Были переданы в ведение Народного комиссариата юстиции РСФСР При котором было создано Главное управление местами заключения Переименованное в мае 1918 года в карательный отдел В 1919 году переименован в центральный карательный отдел Первейшей задачей органов НКЮ РСФСР Была ликвидация дореволюционной тюремной системы И проведение широкой реформы карательных учреждений Путем внедрения в практику работы новых методов воздействия на осужденных Так, восстановлением От КЮ РСФСР От 24 января 1918 года От тюремных рабочих командов Было предложено организовать в тюрьмах рабочие команды Из числа трудоспособных заключенных Для производства необходимых государственных работ Этот нормативный акт положил начало Одному из основных средств перевоспитания осужденных Общественно полезному труду 23 июля 1918 года Была утверждена временная инструкция О лишении свободы Как мере наказания И о порядке отбывания такового Ставшая первым нормативным актом Устанавливавшим систему мест заключения И определяющим порядок содержания осужденных Устанавливались 5 землетрических колоний Испытательные заведения С ослабительным режимом Лечебные заведения для психических больных И тюремные больницы Подчеркивалось, что исправительно-трудовой характер Лишения свободы Обязательно связан с принудительным трудом осужденных В стране были созданы десятка исправительно-трудовых колоний С различным производством 15 ноября 1920 года Постановлением НКЮ ЛСФСР Было утверждено положение об общих местах заключения Это был уже фундаментальный нормативный акт Который установил четкую систему отбывания наказания Положением предусматривалось содержание осужденных В тюрьмах и исправительно-трудовых колоний С учетом социальной опасности И поведения в местах заключения Все они первоначально делились на три категории По характеру и тяжести совершенного преступления С раздельным содержанием каждой категории Осужденные, в свою очередь, делились на три разряда Испытуемые, исправляющиеся и образцованные Первые годы советской власти Перед исправительно-трудовыми учреждениями Ставилась важная и гуманная цель Исправление и приспособление преступников к труду Уважению законов Эта задача была отражена в декрете СНК РСФСР От 21 марта 1921 года О лишении свободы и порядку условно-досрочного освобождения Где отмечалось, что лишение свободы Имеет своей целью поставить осужденных преступников В условии, не позволяющие им причинять вред обществу Предоставить им возможность исправления И приспособления к трудовой жизни Наряду с общими местами лишения свободы Находившимися в ведении НКЮ РСФСР Существовали места заключения Подветомственной НКВД и ВЧК Именовавшиеся концентрационными лагерями Или лагерями принудительных работ Где содержалось осужденные за контрреволюционные преступления И особо опасные уголовные преступления К тому времени было упорядочено И содержание осужденных несовершеннолетних Специально созданных для них трудовых домах К началу 1921 года в республике существовало Три мест заключения Каждый из которых находился в разных ведомствах Дома лишения свободы с подчинением губьюстам Концентрационные лагеря при главном управлении Принудительных работ НКВД и арестные дома Находившиеся в ведении органов милиции Совнарком Республики декретом От 24 марта 1921 года Упраздил главного управления Принудительных работ НКВД И принял решение о передаче Концентрационных лагерей и арестных домов ГОМЗ в составе наркомьюста республики К этому времени в Казахстане Насчитывалось 24 места решения свободы В том числе концлагеря и одного сельхозколонии Общая численность заключенных в 1921 году Составила 8305 человек Кирцик декретом От 30 марта 1922 года Упразднил концлагеря Преобразав их в дома Принудительных работ Постановлением СНК РСФСР От 23 июня 1922 года Все места лишения свободы Были переданы изведения НКЮ в НКВД В 1924 году для руководства ИТУ В составе НКВД КАССР Был создан отдел мест заключения В этом же году вышел свет новый Первый, можно сказать, исправительно-трудовой Кодекс РСФСР Установивший единую систему Деятельности всех исправительно-трудовых учреждений Главной задачей исправительно-трудовых учреждений Являлось приспособление преступника К условиям советского общежития Путем исправительно-трудового воздействия Соединенного с лишением свободы Устанавливалось пять видов мест содержания Это дома заключения Исправительно-трудовые дома В том числе для несовершеннолетних правонарушителей И отдельные для правонарушителей Из рабочей крестьянской молодежи Трудовые колонии Сельскохозяйственные, ремесленные, фабричные Изоляторы, спецназначения И переходные исправительно-трудовые дома Учреждались колонии для содержания Психически неуроновешенных Туберкулезных и других больных заключенных Осуждены подразделялись на три категории Подлежащие лишению свободы Со строгой изоляцией Профессиональные преступники Все остальные заключенные Устанавливались три разряда Начальный, средний и выше В который зачислялись осужденные С учетом их поведения В заключении и после отбытия Срока наказания Из высшего разряда осужденные Показавшие свое исправление Переводились в переходные Исправительно-трудовые дома Где они на полусвободном режиме Готовились к освобождению В 1927 году была создана первая в республике Алматинская сельскохозяйственная колония В республике в 1927 году Насчитывалось всего 34 Исправительно-трудовых учреждений Различных типов Многие заключенные Использовались на сельхозработах В подсобных хозяйствах Исправ домов Положительно проявившим себя В местах лишения свободы Предоставлялись отпуска домой Для участия в полевых работах По возвращениям Они представляли справку Из местных советов О выполненной работе И отзыв о поведении Во время отпуска Заключенные Ослужившие в рядах РККА Осужденные за малозначительные преступления Привлекались на самоохрану Их назначали на должности стрелков Выдавали оружие Они несли в службу По охране исправительно-трудовых учреждений И конвоированных заключенных Следует отметить Что основной акцент государства В сфере исполнения наказания И функционирования Исправительных трудовых учреждений Казахстана В этот период И последующие годы Делался на экономическую составляющую Деятельности Исправительно-трудовых учреждений Это в свою очередь Было связано С широкомасштабными компаниями Которые проводило советское государство В 20-60-е годы По сути экономическое развитие страны Зыждилось на титаническом труде Прежде всего местного населения Республики Депортированных в Казахстан народов Эвакуировано население И огромной армии заключенных Существенные изменения в деятельности Исправительно-трудовых учреждений Наступили в 30-е годы В это время ставилась задача Полного трудоустройства Всех осужденных И достижения самоокупаемости Исправительно-трудовых домов В 1931 году Произошли изменения И в материальном положении Работников Исправительно-трудовых учреждений Постановление в ЦИК И СНК РСФСР В 1931 году Был утвержден закон Прирагивший работников Исправительно-трудовых учреждений По правовому и материальному положению К военнослужащим РККА На них распространялся Густав Красной Арены Был установлен порядок Ношения форменной одежды И определены знаки различия Постановлением в ЦИК и СНК РСФСР От 1 августа 1933 года Был утвержден Новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР Основными мерами Исправления преступников Стал обязательный Принудительный труд Режим Политика-воспитательная работа Устанавливался один вид Мест лишения свободы Это Исправительно-трудовые колонии В октябре 1934 года Был вновь организован НКВД СССР Места заключения Изведения НКЮ Были переданы В его введение В составе НКВД СССР Было создано Главное управление Исправительно-трудовых Лагерей Труд колоний Труд колоний И мест заключения В Казахской СССР Был организован НКВД В его составе Отдел мест заключения Поселений В 1938 году Правительством Республики Было принято решение Возложить производство Всей мебели На исправительно-трудовые Учреждения Выделив для этого Дополнительные фонды На материалы И оборудование А также средства На расширение Производственных площадей К началу 1941 года Исправительно-трудовые Учреждения Республики Приняли новую структуру В составе Отдела исправительно-трудовых Учреждений Труд поселений НКВД Казахской СССР Находилось 11 колоний Промышленного типа 6 сельскохозяйственных 2 колонии Массовых работ И 1 пересыльная тюрьма Введение Было 129 инспекций Исправительно-трудовых работ И комендатур По обслуживанию Труд поселенцев Годы Великой Отечественной войны Наложили значительный Отпечаток На функционирование Исправительно-трудовых Учреждений Республики Подразделениями Исправительно-трудовых Учреждений Личный состав Учреждений Были переведены На военное положение Многие Призваны В ряды Красной Армии Большая часть Заключенных Была направлена На фронт Где своей кровью Должна была Искупить свою вину Перед обществом И государством Как правило Из числа Осужденных Формировались Штрафные роты Батальоны Дивизии В подразделениях Производилась Перестройка Производства На выпуск Военной продукции Колонии Другие заводы Другие заводы Делали Тачанки Носилки Лыжи Маснокидки Гранаты Обмундирования В годы Войны В Казахстане Было размещено Несколько Колоний Для военнопленных Первым И крупным Был Карагандинский Лагерь Где содержалось Более 45 Тысяч Военнопленных В 1943-43 Годах Были созданы Лагерные Отделения В городе Караганде Джисказгане И Балхаша В Караганде Пять крупных Угольных шахт Были полностью Укомплектованы Рабочей силой Из числа Военнопленных Они использовались На строительство Шахт И промышленных Объектов Два цеха На заводе Имени Пархоменко В Караганде Выпускающие Военную продукцию Были полностью Укомплектованы Специально Подобными Для этой работы Военнопленными Большое число Румынских Военнопленных Трудились На медных Рудниках В Алхаше В Джисказгане Военнопленные Работали На медных Рудниках И строительстве Промышленных Объектов Во второй Половине 1945 года Были созданы Пять лагерей Для японских Военнопленных В Алмате В Усть-Каменогорске В Туркестане Чемкенской Области Джисказгане Руководство Лагерями Военнопленных В Республике Осуществлял Отдел Военнопленных И интернированных НКВД Казахской СССР После военные Годы Исправительно-трудовые Учреждения Республики Оказались В сложных Условиях Перед ними Ставилась задача В кратчайшее время Перестроить Планы работ Исправительно-трудовых Колоний На Мир-Милан Перевести промышленные Предприятия На выпуск Мебели И товаров Народного Потребления Повысить Производительность Сельского Хозяйства Обеспечить Трудоустройство Осужденных Выполнение Всех этих задач Усложнялось Тем Что после Амнистии 1945 Года Коллективы Трудовых И сельскохозяйственных Колоний Распались Сложным Оставался Вопрос О трудовом Использовании Заключенных Содержащих Введение УИТЛК МВД Казахской ССР То есть Речь идет О лесных Исправительно-трудовых Колониях В 1950 В 1950 В составе УИТЛК Насчитывалось 18 колоний Базировавшихся На собственном Производстве В том числе 8 промышленных 10 Сельскохозяйств После военных Годов Исправительно-трудовые Учреждения Носили свой Вклад В развитие Народного Хозяйства Республики Количество Контрагентских Колоний Выделявших Рабочую силу На важнейшие Промышленные Стройки Росло И К 1950 Году В составе УИТЛК Их уже Насчитывалось Более 20 Народного Народного Хозяйственным Планом Второй После Военной Пятилетки Придавалось Большое Значение Развитию Сырьевой Базы Казахстана Ставилась Задача Резкого Увеличения Добычи Угля И цветных Металлов В целях Уполнения Этой Программы В 1950 Году На базе Бывших Лагерей Военнопленных В городе Караганде Были Организованы Два Исправительно Трудовых Лагеря Песчаный И Луговой В городе Джасказгани Степной ИТЛ В Экибастузе Дальний ИТЛ Были Предъявлены Жесткие Требования К аппаратам Исправительно Трудовых Учреждений По повышению Производительности Труда В период 1954 По 1961 Год В системе Советских Исправительно Трудовых Учреждений Появились Колонии Облегченного Режима Их правовое Положение Было Закреплено Положением Об Исправительно Трудовых Колониях И тюрмах Министерства Внутренних Дел СССР В 1958 Году В колониях Облегченного Режима Могли Содержаться Осужденные Впервые За менее опасные Преступления На срок до Трех лет Решения Свободы Включительно Заключенные Заключенные Переведенные Из колоний Общего Режима По отбытию Ими Не менее Одной Треть Срока Наказания При условии Добросовестного Отношения Труду И примерного Поведения Далее Лица Переведенные Из трудовых Колоний Для несовершеннолетних По достижению Ими 18-летнего Возраста Если они Положительно Себя Зарекомендовали В колониях Облегченного Режима Отсутствовала Охрана И заключенные Содержались Только под Надзором При наличии Исключительных Обстоятельств Смерти Или Тяжелого Заболевания Близких Родственников Сихийного Беси И тому Подобное Заключение Мог быть Отпущен За пределы Колоний На срок До Семи Суток Без учета Времени На дорогу Заключенным Которым Примерно Себя Вели И хорошо Работали Администрация Могла Разрешить Провести День Отдыха Вне Колонии Тем Лицам Которые Своим Поведением И отношением К труду Доказали Что они Твердо Стали На Путь Исправления Подбыти Не менее Одной Треть Срока Наказания Администрация По согласованию С наблюдательной Комиссией Могла Разрешать Проживание Вне Зоне Колонии Причем Вместе Со своей Семьей Создание Облегченного Режима Несмотря На Недостатки Правового Регулирования Их Деятельности Было Положительным Явлением Так как Посредством Их Реализовывалась Закономерность Перехода От Тюрем К Воспитательным Учреждениям В известном Смысле Колония Облегченного Режима Как Исусествовавшие В свое Время Переходные Дома Явились Предшественниками Колоний Поселений Итак Переходим К рассмотрению Второго Вопроса Исправительно-трудовое Законодательство И право Советский Переход Вторая Вторая Половина 20-го Века В истории Развития Уголовно-исполнительной Системы Казахстана Характеризуется Дальнейшим Формированием Системы Ее Структурных Элементов Полувековой Период Насыщен Событиями Неоднократной Передачи Исправительных Учреждений Из одного Ведомства В другое Частным Изменением Подвергается Само Наименование Уголовно-исполнительного Ведомства Его Структурная Внутренняя Структура И так далее Пенеценциальная Система Казахстана Словно Зеркало Отражало В своем Развитии Те параметры Которые Происходили В это время В политической Социально Экономической Культурной Жизни Страны Труд заключенных Активно Использовался Восстановление Строительства Новых Промышленных Объектов И предприятий Возрождение Городской И сельской Инструктуры В послевоенное Время Исправительно-трудовые Учреждения Являлись Важными Стратегическими Объектами Принимавшими Непосредственное Участие В экономическом Становлении Государства Участвовали В социалистическом Соревновании Перевыполняли Пятилетние Производственные Планы И нормы Предприятия Созданные При исправительно-трудовых Учреждения Казахстана Производили Качественную Продукцию Не только Для внутреннего Потребления Но и для Экспортировали Свои товары В страны Ближнего И дальнего Зарубежья По сути Силовые Ведомства При которых Функционировала Уголовно-исполнительная Система Решали Не только Задачи По охране Общественного Порядка Обеспечению Законных Прав Свободы Интересов Советских Граждан Предупреждению И борьбе С преступностью Изоляции Преступников От общества И их содержания Но и Не менее важны Хозяйственные Вопросы Государственного Значения В 1958 Году Совет Министров СССР Утвердил Положение Об исправительно-трудовых Колониях И тюрьмах Эти меры Сыграли Большую роль В улучшении Деятельности Исправительно-трудовых Учреждений Республики При объединении МВД И КГБ Постановлением Совета Министров СССР От 28 марта 1953 Года УИЭТЛК Со всеми Его подразделениями Было передано Введение Министерства Юстиции Казахской СССР В 1958 УИЭТЛК Были преимущественны В управлении Местами Заключения Аппараты Управления И его подразделения Комплектовались В основном За счет Кадровых Работников УИЭТЛК И КАРЛАГа Но многие Работники Из числа Инженера Технического Персонала Прибывали По направлению ГУЛАГа МВД СССР И из других Союзных Республик Сложным Периодом В деятельности Исправительных Трудовых Учреждений Республики Это 1956 1960 Годы Были Ликвидированы Исправительные Трудовые Учреждения Сельского Хозяйства И подрядного Строительства Возникла Проблема Размещения И трудоустройства Осужденных Действующие Колонии Оказались Перенаселенными Назрела Необходимость Организации Новых Контрагентных Колоний И они Стали Ускоренно Создаваться На базе Строящихся Предприятий Предусмотренных Народохозяйственным Планом Произошли Изменения И в содержании Спецконтингента Они Стали Содержаться В колониях И тюрмах Исправительно Трудовые Лагеря Упразднялись Было Введено Три вида Режима Содержания Осужденных Общий Режим Усиленный Режим И строгий Режим Основными Средствами Исправления И перевоспитания Осужденных Стали Строгое Соблюдение Режима Участие В общественном Полезном Труде И политика Воспитательной Работе Указом Президиума Верховного Совета СССР От 14 Июня 1954 Года Было Восстановлено Условно-досрочное Освобождение Которое Действовало До начала Войны В 1957 Году Возобновили Свою деятельность Наблюдательные Комиссии По делам Несовершеннолетних В исправительных Трудовых Учреждения Введена Подрядная Система И офицерские Должности Начальников Отрядов В 1960 Году В управлении Местами Заключения МВД Казахской ССР Входило 32 колонии Из них 22 промышленных 4 сельскохозяйственных 6 Контрагентских Действовали 5 мебельных Фабрик 7 Швейных Цехов Фабрика По производству Валинок Металлообрабатывающий Завод И 12 Различных Подсобно-вспомогательных Цехов В 1961 Году Было Принято Постановление Центрального Комитета КПСС И Совета Министров СССР О мерах По улучшению Деятельности Исправительных Трудовых Учреждений МВД СССР Главной Задачей Исправительных Трудовых Учреждений Было Объявлено Перевоспитание Осужденных С тем Чтобы каждый Из них После освобождения Стал полезным Членом Общества Главным Средством Перевоспитания Объявлялся Общественно Полезный Труд Введены 4 вида Режима Общий Усиленный Строгий И особый В тюрьмах Общий И строгий Витрежима Таким образом Эти меры Представляли С собой Очередной Этап В обеспечении Дифференцированного Подхода В содержании Осужденных И с учетом Их социальной Опасности В декабре 1971 Года Был утвержден Исправительно Трудовой Кодекс Казахской СССР В котором В частности Отмечалось Что основными Средствами Исправительно Трудового Воздействия На Отсужденных Является Режим Отбывания Наказания Общественно Полезный Труд И политика Воспитательная Работа А также Общеобразовательное И профессионально Техническое Обучение В качестве Поощрения Осужденных Стали переводить В колонии Поселений С особого Режима В выделенные Зоны С помещениями Некамерного Типа Подразделения Строгого Режима Каждое Осужденное Отбывало Наказание В одной И той же Колонии Было Установлено Всеобще Обязательное Среднее Образование Для Осужденных В возрасте До 40 Лет Лицам Имеющим Восьмилетнее Образование Разрешалось Получить Среднее Образование Обязательным Также Являлось Профтех Обучение Для лиц Не имеющих Специальности Обучения Осужденных Новым Профессиям И повышение Квалификации Большое Значение Уделялось Участию Общественности В самодеятельных Организациях Осужденных В работе По их Исправлению И перевоспитанию Центром Всей работы Являлся Отряд Осужденных Представляющий С собой Коллектив Сформированный По производственным И режимным Требованиям На протяжении 60-80-х Годов Численность Исправительных Трудовых Учреждений В Казахстане Продолжала Расти Безусловно Масштабы Были не такими Как Военный Период Но Для Мирных Лет Эти цифры Были Весьма Высокими Так В 1970 Году В составе Уиту Казахской ССР Функционировало 44 Исправительно Трудовых Колонии А к середине 80-х 71 Исправительно Трудовая Колония 4 Сельскохозяйственные Колонии Поселения 4 Лечебно Трудовых Профилактур В 80-е Годы Неоднократно Изменялись Наименования И структура Уголовно Исполнительного Ведомства В 1981 Году Исправительно Трудовые Учреждения МВЗ Казахстан ССР Было Преобразовано В Главное Управление Исправительно Трудовых Учреждений А в 1988 Году Главное Управление По исполнительным Делам В 60-е И 80-е Годы 20-го века Вместо Ликвидированной Системы Исправительно-трудовых Лагерей Была Создана Система Исправительно-трудовых Колоний Закрытого Типа С собственным Производственным Потенциалом В целом Уголовно-исполнительная Система Республики Представляла С собой Своеобразное Государство В государстве Государство Миниатюрию Испытывая на себе Общесоюзное Влияние Вместе с тем Оказывала Непосредственное Влияние И на Политическую Социально-экономическую Культурную Общественную Ситуацию В стране Так по сведениям Представленным Комитетом Уголовно-исполнительной Системы С 1976 По 1982 Год Численность Осужденных И следственно Арестованных В исправительных Учреждениях И следственных Изоляторах Ежегодно Возрастала На 4,7% И к началу 1982 Года Достигла 86 572 Человека В 1982 Году Численность Лиц Находившиеся В местах Лишения Свободы Резко Возрастает И к началу 1983 Года Увеличивается На 9600 Человек В 1984 Году Переваливает В 100 Тысячный Рубеж В 1985 1986 Годы Характерны Тем, что В 91 Учреждении Уголовно-исполнительной Системы Одновременно Содержалось Свыше 105 Тысяч Осужденных И следственно Арестованных В 1987 Году Численность Осужденных Снижается На 19 Тысяч Столь Резкий Спад Объясняется Прежде всего Началом Демократических Преобразований В стране Либерализации Общества И уголовно-исполнительной Политики В этом году Был принят Закон Об амнистии И в честь 70-й Годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции Которым Было Освобождено От возбуждения Наказания 7 тысяч Человек И Такому же Количеству Неотбытые Лишения Свободы Было Заменено На условное Освобождение С обязательным Привлечением К труду Еще Большему Количеству Осужденных Был сокращен Неотбытый Срок Наказания Что Также Оказало Значительное Влияние На динамику Численности Последующие 2-3 года Таким Образом Следует Отметить Что На протяжении Советского Перида В истории Развития Уголовно-исполнительной Системы Казахстана Следует Выделить Следующее Общая Тенденция Жесткого Контроля Государства Над деятельностью Уголовно-исполнительной Системы Привязанности Уголовно-исполнительной Системы И ее Производственных Объектов Советской Экономики И Следующее Значительный Вклад персонала Учреждений В становление И развитие Самой Системы И государства В целом Итак Переходим К рассмотрению Третьего Вопроса История Развития Уголовно-исполнительного Права И законодательства Республики Казахстан На момент Приобретения Казахстана Независимости В исправительных Трудовых Учреждений Союза СССР Отбывали Наказание 700 тысяч Отсутных При этом В местах Лишения Свободы Расположенных В Казахстане Содержалось Более 100 тысяч Человек И наше Государство Занимало Третье место По Индексу Тюремного Населения После США И России Кроме того Переполнилась Исправительных Учреждений Отсутствие Надлежащей Гигиены Нехватка Продуктов Питания Плохое Медицинское Обслуживание Высокий Уровень Заболеваемости Туберкулезом Другими Инфекционными Заболеваниями Высокая Смертность В местах Заключения Вот те Пробелы Которые Пришлось Решать Суверенному Казахстану Первые Годы Своей Независимости Переломным Рубежом В развитии Института Уголовных Наказаний И в особенности Лишения Свободы В истории Казахстана Стало Принятие В 1997 Году Уголовного Уголовно-процессуального Уголовно-исполнительных Кодексов Отвечающих Демократическому Направлению Развития Которое Избрало Наше Государство Основанных На идеологии Приоритета Общечеловеческих Ценностей Относительно Всех Других В том числе Решительного Поворота Проблемы Уголовно-правовой Охране Прав и Свобод Человека И Гражданина В данном Период Кардинальным Образом Изменились Уголовно-правовые Аспекты Института Наказания В том числе В виде Лишения Свободы За период Независимости Были приняты Свыше 100 законов Которыми Внесены Значительные Изменения В законотворчестве При этом Упор делается На введении Новых Подходов К исполнению Наказания Где главным Приоритетом Становится Более широкое Применение Наказаний Альтернативных К лишению Свободы Социальная Реабилитация Осужденных К лишению Свободы Подготовка Их Жизни На свободе А также Усиление Гарантий Обеспечения Их Прав И законных Интересов Открытость И прозрачность Пенитенциарной Системы Кроме того Проводимое Государство За последние Годы Продолжается Работа По гуманизации А также Широкое Применение Институтов Условно-досрочного Освобождения Заменой Неотбытой Части Способствовали Снижению Тюремного Населения Казахстана Согласно Данным Международного Центра Тюремных Исследований Казахстан По этому Показателю Переместился С 13 Места По итогам 2009 Года На 22 В 2010 Затем На Вместе С тем Несмотря На Некоторые Снижения Численность Тюремного Населения В эти Годы Оставалась Высокой 288 Заключенных На 100 Тысяч Населения И лишение Свободы Является Еще Доминирующим Видом Наказания Так В Казахстане На 1 Июля 2012 Года Доля Наказания В виде Лишения Свободы В общей Структуре Уголовных Наказаний Составлял 41% По данным Правозащитной Организации В Казахстане Основным Видом Наказания По-прежнему Было Лишение Свободы В 2013 Году 41% Всех Случаев Наказания В Казахстане Составило Лишение Свободы Сокращение Численности Лиц Содержащихся Пенециальных Учреждений Удалось Добиться В основном Механическим Способом Путем Неоднократного Применения Акта Амнистии В отношении Определенных Категорий Осужденных Иными словами Численность Спецконтинента Сократилась Не путем Кардинальных Изменений В уголовной Политике Страны В сторону Ее Гуманизации В целом А практически Только в результате Применения Одного Из видов Освобождения От отбывания Наказания Амнистия Действительно По статистическим Данным Полученным Применяемым Судом Видом Уголовного Наказания Является Решение Свободы Особо Значенным Событием Уголовно-исполнительной Сфере Следует Назвать Принятие 5 июня 2014 Года Нового Уголовно-исполнительного Кодекса Уголовно-исполнительный Кодекс Казахстана Содержит Ряд новых Новым Ранее Отсутствующих Национальных Уголовно-исполнительных Законодательств Были Имплементированы Важные Положения Международных Документов Ратифицированных Казахстаном Более того Он создает Необходимые Условия Для реформирования Профилактической Деятельности Проводимой Правоохранительным Органом Самой Системы Этих Органов И уголовной Политики Страны В целом Говоря Непосредственно О содержании Самого Кодекса Следует Отметить Следующие Новеллы Внесенные В уголовно-исполнительное Законодательство Во-первых На должный Уровень Был поднят Вопрос О правовом Положении Осужденных Где в старом Исправительном Трудовом Кодексе Казахстана Только Регламентировала Одна статья В действующем Уголовно-исполнительном Кодексе По правовому Положению Осужденных Сейчас Работает Эффективно Целая Глава Права Отдельные Обязанности Отдельно Выведена Глава В уголовно-исполнительном Кодексе Кроме того Сформулированы Внесены В закон В виде Отдельной Главы Компетенции Государственных Органов Участвующих В процессе Исполнения И иных мер Воспитательного Воздействия Там В главе Четвертой Уголовно-исполнительного Кодекса Закреплены Функции Правительства Уполномоченного Органа Уголовно-исполнительной Системы А также Места Исполнительных Органов Такое Решение Проблемы Разграничения Прав И обязанностей Участников Карательно-воспитательного Процесса Совсужденных На наш взгляд Значительно Повысить Эффективность Их Деятельности И В заключение Я хотел бы Обратить внимание Что Действующий Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Казахстан На сегодняшний день Отвечает Всем Международным Стандартам За небольшой Промежуток Времени Действующий Уголовно-исполнительный Кодекс И как Новый Уголовно- Кодекс Республики Казахстан Позволил Снизить Количество Спецконтингента За Извиняюсь 2019 Год Численность Осужденных Уменьшилась На 4087 Лиц С 35 800 До 31 718 И Позволило Занять 82 Международном Тюремном Индексе Казахстана В 1917 Году Мы Занимали 72 Место На этом Разрешите Завершить Сегодняшнее Занятие Спасибо За внимание Уменьшим Уменьшим Продолжение следует...